Сейчас мы будем начинать уже нашу панельную дискуссию, в которой примут участие члены правления ведущих украинских банков, ответственные за возничные бизнесы. Я хочу пригласить сейчас наших участников в дискуссии, наших экспертов. Тарас Кириченко, правый банк. Тарас. Пожалуйста, занимайте свое место. Вместе с Тарасом будет выступать Анна Микулицкая, Ситибанк. Наша вторая пара – это Петр Кочмарек, Альфа-банк. Петр Кочмарек, Альфа-банк, пожалуйста. Мы отслучили свою тему и начали рассказывать о своих мнениях по данным поводу. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Тема нашего выступления с Тарасом – это то, что хочет клиент. Мы решили начать с этого выступления всей нашей группы, потому что прежде чем мы начнем рассказывать о том, какие розничные банковские продукты предлагают банки своим клиентам, прежде всего необходимо понять, чего же хотят клиенты для того, чтобы им что-то начать предлагать. Мы в нашем банке, в Ситибанк, завели исследование совсем недавно, рыночное исследование потребительских предпочтений в банковском секторе. И я хотела бы с вами поделиться некоторыми выводами, которые были сделаны во время этого исследования. Исследование проходило совсем недавно, оно закончилось в сентябре, проходило достаточно долго, два месяца. Мы исследовали рынок Киева, достаточно зрелых людей, жителей Киева 23-55 лет, сегментов массового сегмента и emerging affluent, то есть это те потребители банковских услуг, за которыми, в общем-то, гоняются, скажем так, большинство банков. Мы проводили количественные и качественные исследования и задавали им достаточно много вопросов, чего же они хотят. Так как тема нашего сегодняшнего выступления в основном касается каналов, традиционных, через отделения и дистанционных каналов, то именно о выводах этого исследования по каналам я как раз этими выводами и хочу с вами поделиться. Первый и, пожалуй, главный вывод. Наверное, для всех для вас не секрет, что у нас в Украине существует более 20 тысяч банковских отделений. Больших, маленьких, балансовых, бесбалансовых. Каждый банк, выходя на розничный рынок, стремится, по крайней мере, посчитать, а сколько же у него есть или будет, или должно быть этих банковских отделений. И банки считают, что клиент хочет видеть у этого банка как можно больше отделений. Действительно, клиенты, когда у них спрашивают, по какому критерию вы знаете этот или иной банк, они говорят, что у него много отделений. Но мы задали клиентам во время качественного исследования такой простой вопрос. А действительно ли вам парк, чтобы у банка было отделение? И мы были достаточно удивлены таким ответом, что многие клиенты говорили, нет, нам это не важно. По крайней мере, это не принципиально. Они говорили, что мы готовы не ходить в банковское отделение. И мы это приветствуем. Но, к сожалению, в нашей стране они говорят это неизбежно, потому что банк просит принести какие-то анкетки, заполнить какие-то формочки, и мы вынуждены ходить в отделение. Но они говорят, мы с готовностью не ходили бы в эти отделения. И дальше я приведу вам некоторые количественные выводы, которые были выявлены в ходе этого исследования, которые связаны с удаленными каналами продаж. 71% опрошенных нами клиентов совершают покупки через интернет. Это еще не касается банковского обслуживания, это касается того, что они готовы, и не просто готовы, они уже ходят в интернет делать покупки с использованием пластиковой карты, либо просто делают какие-то заказы с последующей оплатой наличными курьерами. А 50% опрошенных клиентов пользуются интернет-банкингом. Это важно помнить, когда мы задаем себе вопрос, а важна ли нам как банку интернет-платформа для физических лиц? А будут ли наши клиенты пользоваться? Так вот, запрошенных нами клиентов уже 50% пользуются системой клиент-банк. Всего 15% из запрошенных нами клиентов пользуются так называемым мобильным банкингом. Это когда они через мобильный телефон либо просматривают свои счета, либо осуществляют оплату. И да, эта услуга действительно оказалась не востребована так широко, как интернет-банкинг, и в ходе качественного исследования мы узнавали почему. Почему? Клиенты, эти опрошенные люди, они просто не понимают, что оказывается, с помощью телефона можно осуществлять платежи, можно смотреть остаток по счету. Да, они знают, что можно просмотреть какую-то информацию, зайти там на сайт, узнать, может быть, о каких-то акциях, но что можно доступиться к своему счету, этого они не знали. Когда мы спрашивали у наших клиентов, а какие же они думают есть преимущества у интернет-банка и его недостатки, к преимуществам 40% отнесло, 45% опрошенных отнесло скорость работы системы, возможность не ходить в отделение, что очень важно, а также, естественно, доступ 24 на 7. А вот к недостаткам преимущественное число опрошенных 33% отнесло следующее, недостатков нет. Обратите внимание, это население наше, которое, как некоторые банки считают, что оно не приспособлено к использованию интернет-банка для физических лиц, а оказывается, население достаточно подготовлено и считает, что не видит в нем недостатка. Среди клиентов опрошенных нами, которые не пользуются интернет-банком как физические лица, среди причин, почему они им не пользуются, я хочу назвать следующее. Основная причина, 44% опрошенных сказали, что мы не видим в этом необходимости. 27% сказали, что не знают, как пользоваться. И 22% сказали, что они не доверяют безопасности системы интернет-банка. Согласитесь, что со всеми этими тремя причинами, которые в общей сложности составляют порядка 85% причин не пользования системой клиент-банк, все эти три причины с ними можно побороться просто путем образования клиентов и рассказывания путем материалов, путем личного общения, путем более приемлемого интернет-веб-интерфейса для клиента, насколько это удобно и насколько это просто. На этом я буду заканчивать свое выступление и передавать слово своему коллеге. Но выводы, которые я хочу сделать, хочу сказать, что наши клиенты в большинстве своем намного более образованные, намного более жаждущие пользоваться нашими продвинутыми, за рубежом уже давно почитающимися стандартными банковскими услугами удаленных каналов. В первую очередь интернет-банки. Я пока что не буду останавливаться на мобильном банке, и мои коллеги на этом установятся более подробно. Но вот это основные выводы, которые я хотела сделать, и передаю слово своему коллеге-каналу. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я хочу продолжить социальное исследование, которое было точно презентовано, с исследованием здесь, в нашей банковской аудитории. Здесь все свои, поэтому я хочу задать вам несколько вопросов. Первый вопрос. У кого из вас поднимите, пожалуйста, руки, у кого есть телефон iPhone или телефон под управлением Android. Пожалуйста, поднимите. Хорошо. У кого есть iPad? iPad. Посмотрите, пожалуйста, результаты. У кого есть страница в Facebook, Одноклассниках или ВКонтакте? Посмотрите, да? Вы видите, что большинство людей имеют одно из этих современных устройств или современных систем, которые упоминались. Это говорит о том, что мы меняем. И действительно, обратите внимание, насколько серьезно мобильный телефон или iPad изменила жизнь человека, состоявшегося человеком. А сравните это с ощущениями, которые наш клиент получает от посещения нашего отделения. Их можно сравнить, наверное, по-психологически с посещениями дантиста. То есть не всегда приятно, но, наверное, нужно, потому что таким нужно подписать бумажки. Однако существуют альтернативы. Я хочу с вами поделиться статистикой и какими-то результатами работы с коллегами из группы Теза Сан-Паула, посвященным новым современным средствам работы с клиентами, digital communications и social marketing. И вот очень интересное исследование мы сделали. Мы увидели, что 55 минут в день средний и восточный европеец проводят в Facebook. Один час бодрствования средний человек в Восточной Европе, включая украинцев, проводит в какой-либо социальной сети. Это очень серьезный момент, который говорит о том, что люди уже вовлечены. Мы еще с вами, как банкиры, это не используем или почти не используем, но люди уже этим пользуются. Кстати, интересно, что большинство людей отходят в социальную сеть еще до того, как они встали с кровати. То есть они любят проверять новые сообщения, что произошло утром, еще до того, как они поднялись. Первая популярность. Второе время. Очень интересно, а когда люди пользуются iPad? Статистика говорит, что iPad больше всего пользуются дома, вечером на кушетке, себе перед телевизором. Когда смотрят какие-то программы уже после ужина с семьей. И это очень четкая статистика, проверенная многими стены. Почему я говорю? Мир изменился. Мы с вами, как банкиры, не поменялись. Мы до сих пор боремся за закрытие и за открытие отделения, хотя наши клиенты уже смотрят на эти вещи по-другому. Хочу с вами поделиться какими-то вещами, которые, мне кажется, релевантными к части того, что же нужно, чтобы сделать успешные первые шаги в современном маркетинге, в современном диджитал-маркетинге и работе с клиентами через новое направление. Во-первых, это поиск. Что такое поиск? Ну, прежде всего, это Google. Вы знаете, что большинство запросов в Украине делается через Google. Обратите внимание, что по статистике 79% людей кликают на ту ссылку, которая является одной из первых трех, указанных в Google. 99% людей не идет на вторую страницу Google. Верните завтра, придя завтра на работу, напишите название своего банка или своих ключевых продуктов в Google и посмотрите, что вы увидите. Вы будете не всегда рады тому, что вы увидите, потому что иногда на первом месте будут находиться не очень положительные отклики ваших клиентов о вашем продукте или что-то, что вы не контролируете. Поэтому для того, чтобы быть успешным в современном маркетинге, нужно обратить внимание на поиск. В Украине это прежде всего Google, но и есть другие системы. Второе. Социальные медиа. Facebook, ВКонтакте, Одноклассники. Напишите запросы в этих сетях, посмотрите, что о вас пишут. Задайте вопрос своим маркетологам, а как вы представлены в социальных сетях? Если каждый человек в Украине, а особенно из тех клиентов, которых мы с вами пытаемся сейчас привлечь в банки, тратить час времени без пяти минут в день на пребывание в Facebook, представлены ли мы? Нет, не очень представлены. Если вы посмотрите результаты исследований, по количеству фанов в Facebook и только один украинский банк существует, это приватбанк, который входит в пятерку, занимает пятерку, занимает пятое место. Больше банков там нет. Остальные банки не настолько сильно работают с Facebook или с другими социальными сетями, как в принципе того хотели бы их клиенты. Дальше. Mobile. Обратите внимание, что на сегодняшний день статистика, которая была указана, очень четко говорит о том, что клиенты, в принципе, могли бы пользоваться, если бы получили хорошее решение, но они пока не получают. Очень редко многие говорят, что я бы пользовался, если бы было хорошее и удобное решение. К сожалению, удобных решений мало, законных решений еще меньше. Мы знаем, коллеги, наверное, будут говорить о определенных сложностях с цифровой подписью, с другими аспектами ведения такого бизнеса. Но, тем не менее, mobile является тем, что есть у всех. Иногда там не все пользуются, это они очень четко раскрыли. Но мобильный телефон сейчас есть у всех наших с вами клиентов. Более того, если мы говорим о коммуникаторах, 50% современных телефонов, которые продаются, это коммуникаторы. Это те устройства, которые поддерживают уже более серьезные способы общения с клиентами. Если мы говорим о коммуникаторах, то прежде всего мы говорим о каких-то аппликейшенах, о том, что мы с вами выкачиваем то, чем мы с вами пользуемся. Очень интересно. Сейчас люди перестали пользоваться интернетом в части сурфинга или броузинга. Люди сейчас думают по-другому. Они говорят, дайте мне какой-то аппликейшен, дайте мне какую-то программу, которая, по-моему, будет угрессорить эту потребность. Это современная тенденция, она очень серьезная. Facebook и Аппликейшен вычислили интернет. Веб-сайт должен быть, он обязательно должен быть хорошим, но он не является ключевым средством для привлечения клиентов. Это не то, что ищет клиент. Многие банки сейчас, особенно в Украине, начали делать свои приложения, потому что это модно, потому что руководство бежит, делайте что-нибудь. И они сделали ключевой момент в Аппликейшен такой. Ваше приложение только тогда будет пользоваться популярностью и пользоваться интересом к постоянным клиентам. Если бы оно было платным, люди бы за него заплатили. То есть нет смысла создать эгоистические приложения, которые бы показывали, где находятся банкоматы нашего банка. Вы говорите о правах себе любом другом банке. В этом нет смысла. Люди и так разберутся, поверьте. Нужно дать им что-то, за что они бы заплатили. И тогда они будут этим пользоваться, и тогда они будут говорить с друзьями, знакомыми. Ну и, наверное, последнее. Если вы хотите попробовать что-то сделать в интернет, очень важно, все специалисты говорят, если вы делаете соушал-медиа, вы должны сделать это хорошо или никак. Не пытайтесь просто попробовать и начать везде все делать хорошо. У вас скорее все не получится. Сфокусируйтесь на чем-то. На Twitter, на Facebook, на Одноклассниках или на сети ВКонтакте. И действительно сделайте хорошо. И тогда ваш клиент оценит. Но самый ключевой фактор успеха – это измерение. Вы должны понимать, ради чего вы это делаете. Сколько продажек вам приносит, сколько клиентов любят этим пользоваться и почему клиентам это нужно. Ну, собственно, и все. Я передаю коллегам, которые, я надеюсь, продолжат и расскажут нам очень много дополнительных информации. Спасибо, Тарас. Наверное, продолжу сейчас я. Поскольку, может быть, у кого-то из нашей аудитории есть вопрос к Тарасу и Ане. Поднимите, пожалуйста, руку, у кого есть вопрос, и мы его озвучим. Вы только что пришло сообщение в Альфон, что сети разворачивает ретейл на Украине. Вы будете строить сети или кого-то купите? Я думаю, что вы знакомы с программой сегодняшнего вечера. И буквально после нашего выступления председателя управления нашего банка Стивен Фишер будет давать интервью 10 минут на диване. И вы можете записать свой вопрос на листочек, и он может поучаствовать. Может быть, наряду с другими вопросами, такими же конкурсами. Спасибо. Да, я помню, был такой вопрос к Стивену Фишеру на самом деле. А есть ли еще вопросы к Тарасу и Ане? Спасибо. Спасибо за отзыв о том, что вы пользуетесь этим фейсбуком. Это правда. И хотел бы вам сделать маленький комментарий. Мы привлекаем клиентов через фейсбук. Это действительно так. Мы сейчас запускаем интересный фейсбук с компанией Филе Голландии. Но у нас есть большая сеть отделений, где происходит контакт с фейсбуком. У Ситибанка, у Ситибанка, у Ситибанка, у Ситибанка, у Украины нет. И поэтому у меня вопрос. Как вы планируете производить дальнейшее обслуживание клиента? Ведь хорошо его зацепить, рассказать о том, какие вы классы. Но потом нужно будет другим другом забыть карточку, провести ее активацию, получить ему документы. Проверить документы. Да, безусловно. Наше украинское законодательство, в отличие от западного законодательства, отличается некими моментами, которые требуют физического присутствия клиента. Однако по нашим предварительным исследованиям есть некие другие методы удовлетворения, полного удовлетворения требований законодательства без обязательного присутствия клиента в отделении банк. Я повторюсь, что есть законодательно дозволенные способы удовлетворить эти требования. у вас будет своего рода агентская семья. Вы знаете, я бы сейчас не вдавалась в более глубокие детали того, как это, как вы сказали, будет у вас, потому что вот то, о чем я говорила, это было рыночное исследование. Я сейчас не готова вам говорить о том, как это будет. Ваше исследование просто замечательное, оно качественное, регулярное. Спасибо. Спасибо большое. А есть ли вопросы к Тарасу? Ник Анне. И мы сейчас передаем слово нашей следующей паре участников. Это Петр Кочмарек и Виталий Воротников. А сейчас они обзвучат тему, о которой они будут, собственно, говорить. Не только поделиться нашим опытом, но и продолжить тему наших коллег, что же можно сделать в интернете и с мобильным телефоном, кроме того, что входить в Facebook, социальные сети. И, собственно говоря, чем банк полезен в этих устройствах. Ну и наша тема, это как от законодательной базы, от законодательства, что уже звучало в ваших вопросах, прийти к клиенту. То есть путь от законов, положений, постанов к нашему любимому клиенту. Я расскажу немножко о интернет-банке, где и Петр продолжит меня о мобильной телефонии. Я не думаю, что сегодня мы будем долго посвящать времени ликбезу разной терминологии. Уже звучали сегодня и электронная цифровая подпись, и Центр сертификации ключей, которая расписана очень подробно в различных законодательных актах. Я думаю, что для банкиров очень важны три странички постановления 22-го, где написано, как пользоваться системами дистанционного обслуживания. Вот, собственно, и все. Так наше законодательство за 20 лет о тех современных средствах, которые мы используем в нашей повседневной жизни, в принципе, практически не поменялось. И я не считаю, что это проблема. С одной стороны, конечно же, может быть, при нашем зарегулированном мире это не совсем понятно и прозрачно, но с другой стороны, все, что не запрещено, разрешено не так ли. Поэтому я хотел бы перейти от непосредственно наших законов, которые, собственно, больше посвящены технологиям, сертификациям, и тем, кто на украинском рынке этим занимается. Более серьезно, я думаю, что отдать нужно должное компанию Cypher, которая более глубоко проникла в эту отрасль, и получил все необходимые сертификаты, соответствия, предоставлять банкам за деньги, услуги, собственно говоря, в криптографии и сертификации. Ну, и если не заморачиваться очень долго на этом, то, в принципе, любая система, в том числе интернет-банки, мобильный банк, безусловно, это система защиты информации и подтверждение и идентификация клиента в системах. Поэтому то, что наверняка 90% банков сегодня используют собственные разработки, наверняка иностранные банки принимают свои решения, которые из материнских банков им дают воспользоваться материнский банк, адаптируют и очень сложно здесь, безусловно, но можно. Как это сделать? Я думаю, что для клиента проще всего, когда он открывает счет, кроме того, что он подпишет много бумаг и проет идентификацию, а сегодня очень актуально я отъеду в офис-мониторингу, безусловно, очень горячий такой документ. Еще и подпишет некоторые другие документы, которые позволят нам в будущем принимать его сигналы через интернет или через мобильный телефон, не только для заявок или заказов каких-то продуктов, но и для осуществления транзакций, что очень важно, поскольку сегодня немногие устройства на рынке разрешены легально для этого пользования. Но я думаю, что флешка или компакт-диск в принципе, как были 10 лет назад разрешены, то есть, собственно, пока ничего легально, повторяю, не изменилось. Тем не менее, для администрации появилось очень много различных устройств и, в частности, и токены, где содержатся непосредственно ключи безопасности, но и диджипассы, которые идентифицируют клиентов. Любой банк может принять риск принимать такие устройства как средства платежа или нет для клиентов, исходя из своей политики безопасности, исходя из тех инцидентов, которые у них были в реальной жизни. Или, если их не было, тогда, я думаю, что тоже принимать риски, иначе мы никогда не догоним никаких наших ближайших соседей по этому поводу. Ну, а что хорошего и интересного мы могли бы дать в интернете, то я думаю, что сегодня больше интернет-банк все-таки для юридических лиц для бизнеса, нежели для населения, для частных лиц. И это сложилось, поскольку, естественно, все 20 лет мы пользовались клиент-банком. Последние 5 лет все чаще и чаще клиенты переходят от одного устройства к другому, то есть уже пользуются интернет-банком. Ну, а население, кроме того, что если они смогут купить валюту и погасить валютный кредит, конечно, отправить свои коммунальные платежи либо в лучшем случае переместить свои деньги с одного счета в одном там же банке на другой, это наверняка полный набор тех, кто с двух, которые сегодня распространено на рынке. Что дальше? Ну, конечно, это публичный договор и то, что дистанционно, опять же, может клиент покупать не только стандартные банковские, но и банковские продукты. Вот, нам же, я думаю, всем нужно пожелать больше принимать на себя рисков, конечно же, общаться с клиентами, потому что, безусловно, победить главного бухгалтера в возрасте 55 лет, в основном, это женщины, безусловно, объясните, почему и не нужно ходить ни в какой банк и посылать целый штат бухгалтеров, вот его по банкам с платежками бумажными. Это первый шаг, конечно, но не последний далеко. Вот, ну и перед тем, как передать слово Петру, я надеюсь, что после сегодняшнего обсуждения кто-то заинтересуется, и я могу показать все, что у нас насупралось и показать законодательству, показать живые сертификаты соответствия, если кто-то хочет поинтересоваться, они у меня лежат здесь, ну и за вопросы, конечно же. Спасибо, предъявил Петру, Альфа-Банк. Спасибо. Добрый вечер. Я начну чуть-чуть сдалека. Ну, у вас всех были пригласители на это мероприятие, правда? Не знаю, вы впечатали бумажки, все такое. У меня есть хорошая новость, если на этой штуке сделать трейскрин и показать девчонкам на ресепшене, принимаются. не совсем м-банкинг еще, но экономия бумаги, времени и в принципе приятная. Поэтому, Лен, не знаю, вы это сделали сознательно, но спасибо, вы уже CIS, такой достаточно современный. Так, я хочу пару комментариев на тему м-банкинга. Ну, можно долго, научно, просто давайте пока начну с этого есть ли он, существует, работает. Тоже, давайте, пример с личной жизни. У меня дочка, и 12 лет, поскольку на работе долго, поэтому человек всегда чувствует себя как продолжен. В субботу поехал, я поехал с Нью-Йорк к Ортодонту, сидим, ждем небольшой, правда, не всегда очереди. Что делают дети в этом возрасте, когда приходят ждать? Ну, играют на своем смартфоне. Тут же вдруг она говорит, пап, у меня закончились деньги, я не могу ничего сделать, суббота. Ну, я так промолчал, достал свой телефончик, открыл там маленькое приложение, которое я вам сейчас покажу. нажал семь или шесть раз плакатур своего телефона и сижу спокойно жду. Прошло полторы минуты, и она так смотрит и говорит, пап, я получил сообщение, что мы пополним счет. Как ты это сделал? Я говорю, видишь, это из нашей мобильной банки. Мы посмотрели на меня говорят, слушай, ничего зато я не понимаю, но он супер, класский. Так, коллеги, мобильный банкинг существует и живой. Конечно, если посмотреть исторически, там, два-три года назад у нас всех в головах и в этом, как в этом говорилось, существовало два понятия, ну, много понятий, телефон, компьютер, ноутбук, и также телевизор дальше был. И также существовали два отдельных понятия. Мобильный банкинг, это была попытка через какие-то Java приложения или другие достаточно софистикейтед приложения построить какой-то функционал того мобильного телефона, который бы что-то там позволал делать и хотя бы смотреть. И отдельно был интернет-банкинг как такой полноценный, ну, относительно полноценный, где как полноценная платформа не только контакта клиента с банком, но де-факто самообслуживание. Сейчас, ну, благодаря Стиву Джобсу, в принципе, мир поменялся. Телефон, компьютер, таблет, но вот эти понятия, они настолько приближаются к друг другу, ну, скажите, пожалуйста, в принципе, такое понятие, как там стационарный компьютер, но это мы еще помним и еще какое-то время они будут существовать. Но это уже все, закончилось эта эпоха, их не будет. Уже никто не хочет для того, чтобы попасть в свой Facebook или там что-то сделать, посмотреть, куда-то ходить, садиться, но это уже не то время. Ты в машине, в автобусе, в метро, где удобно открываешь это на своем смартфоне, на своем таблете, вот, благодаря технологии Apple, которая потом копировалась сейчас, мне кажется, первое такое утверждение, ну, в принципе, понятие интернет-банкинг и мобильный банкинг, они будут пересекаться, и там, через два-три года будет одно понятие, мобильный банкинг. ну, мы с вами и наши клиенты такие же люди, которые ценят удобство. Никто не будет там мучиться, два приложения, то есть, я хочу, чтобы там через мой смартфон, который у меня там, мой фейсбук, одноклассники, почта, там, это рабочая, домашняя, еще какая-то третья, все, телефон, смартфон, это такая штука, я бы сказал, очень личная, как зубная щетка, как машина, как там твой муж, твоя супруга, которая просто твоя, и там будет твой банк, это будущее, мы никуда от него не денемся. Конечно, мы с вами не на какой-то другой идеальной планете только в Украине, с нашим же надзванком, с нашим законодательством, о котором только что Виталий сказал чуть-чуть, я бы сказал, ну, хорошо, заедет это здесь чуть-чуть дольше, будет сложнее, но мы с вами никуда не денемся, и не денется тоже и наш национальный банк, сейчас в этой штуке уже можно осуществлять большинство стандартных платежей, не только между своими счетами, но все паракизы, можно открывать декоры, можно делать просмотр, переброски, ну, конечно, можно критиковать вот эти геолокализации, но ближайший банкомат, ближайшее отделение, ближайшее место, где можно погасить кредит, ближайший магазин, в котором скидка алфа-банка, вот мне кажется, это такой функционал, который всем будет полезен, ну, это будущее, я не говорю, что отделение исчезнет, наверное, нет, но в целом, будущее мобильный банк, спасибо, Я не знаю, Лена куда-то пропала, а есть? вот я здесь появилась. Спросить у аудитории, есть ли у вас вопросы для Петра и Виталия? Общественный транспорт нет, 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 спасибо за доклад, но немножко не вопрос к вам, а маленькое продолжение. У меня тоже была похожая история, но более сложная. У моей супруги заболела мама, и ей срочно нужно было вернуться в Донецк. И я достал, правда, у меня, ну, к сожалению, не творение Стива Джобса, а телефон на андроиде, открыл мобильное приложение нашего банка и заказал железнодорожный билет. Мало того, я получил QR-код, но хорошо, что это фирменный поезд, который принимает и есть времена высчитываемые. У нас была разница в два часа. Пока я донехал до вокзала с левого берега, у нас уже был билет, у нас был QR-код, я посадил ее на босс, и она уехала к маме. То есть, это говорит о том, что вы правильно сказали, технологии входят в нашу жизнь, мы без них уже никуда. То ли это по плане мобильного телефона своих близких, то ли это покупка железнодорожного билета, как в моем случае, то ли любые другие жизненные ситуации, которые были у коллег, которые у нас сейчас слушают, здесь присутствуют. Но это есть, это факт. И я рад, что они проникают в вашу жизнь, и спасибо, что мы с вами это все вместе делаем. Спасибо. Спасибо. когнитно, с этого обсуждения, конкуренция в этой области будет только усиляться, что в пользу и коллегам, и прежде всего нашим клиентам. Спасибо. А есть ли еще вопросы? У кого еще есть вопросы? У меня вопрос такой. Ну, истории прекрасно характеризуют и современность, и потребности клиентов. Но все же вы в одном и втором случае, хотя банки разные, назвали членов своих семей. Трудно представить себе ситуацию, когда вы могли спутать дочь или маму. Поэтому вопрос у меня вот следующего порядка относительно мобильного банкинга. В том, в другом случае, мы все-таки должны понимать, что при мобильном банкинге нужно идентифицировать своего клиента. Как вы считаете, вот перспектива такой идентификации, которая не требует появления клиента в офисе банковского отделения, насколько она реальна? Вот, наверное, сначала докладчик, а потом кромкинг. Я бы сказал так. Конечно, если посмотрим с вами настроение вокруг и насколько регулятор далек от этого, можно бы сказать, ну, это будет сложно вообще-то но в других, совсем близких к нам странах, в той же Порше есть банки, которые принимают как бы, если клиент переводят к ним деньги впервые в их банк, они просто принимают, что, а, этот второй банк провел правильную идентификацию, там, как-то это оформили, и этого достаточно, все можно сделать по интернету. в нашем пока случае здесь, в Украине, ну, этот же мобильный и интернет банки, они пока являются платформой самообслуживания клиентов, которые уже идентифицированы. Ну, конечно, идентифицированный клиент парень визитом может осуществить платеж пользу любого клиента, не только члена семьи, поэтому, если ваш телефон тоже надо пополнить, могу это сделать легко, демократично прямо свечать, если какие-то. Спасибо. Оно очень простое. Мы везде регистрируемся, когда вводим логины, пароль, куда бы мы не уходили, наверное, точно так же и банк должен дать такое же решение клиенту, вопрос, как это сделать. И с помощью какого устройства. Вот как раз об этом нам нужно не только подумать, но и изгенерить в ближайшей перспективе не только национального банка, который урегулировал все отношения между всеми нами и клиентами в том числе, но далеко не упростил эти отношения. Как их сделать проще с одной стороны, и как разрешить больше устройств, которые поменяются уже везде, только не у нас, к сожалению. Я думаю, это не только проблема переходного возраста, тех людей в СБУ и там, где они работают в центрах криптографии, но и нас, которые помогут раскрыть немножко и глаза, и опытом поделиться, что не так все сложно в этой жизни. Спасибо. Я бы хотел уточнить ваш клиент. Или любая идентификация клиента, которая уже является внутренним клиентом банка. Или личная идентификация клиента. Не важно, какая идентификация Ну, дело в том, что здесь можно раскрыть вам по двух технологиях, которые мы применяем. Или, например, которые применяют наши коллеги из компании Easy Credit в Болгарии. Мы выпускаем данную компанию, которая выдает потребительские кредиты, приходя клиенту домой и проводит идентификацию клиента непосредственно дома. При этом они имеют точно такой же, как у меня либо смертфон, либо айфон-планшет. Проводят съемку и сканирование документов, передачу их в центральный офис, проверку через базу УБКИ и других кредитных бюро и при этом принимается решение выдавать клиенту кредит на месте или нет в течение 15 минут. Если я прошел первичную идентификацию и он был в этом одном из бюро, то естественно вам живет на пластиковую карточку, которая пока неактивна. Активается она через ИВР-систему и после этого в течение 15 минут с любого банкомата или системы Сферы или системы АТН он может получить свои деньги без комиссии. То есть мы видим, что клиенты, которого они не знают, они проводят приличную идентификацию, сбор документов и выдачу средства, на котором есть деньги, то есть пластиковые карты. Если мы говорим про внутренних клиентов, здесь все гораздо проще. Поскольку этот клиент уже прошел идентификацию непосредственно в отделении, в этом случае мы можем делать с ним любые транзакции, любые платежи, поскольку мы его знаем. мы ему уже установили некий чрезвитный лимит. И мы с ним работаем. Спасибо. Я не знаю, если мы нужны трансляцию или если все понимают английский. We have to talk about ATMs. So I think it's the last sexy and fashion topic tonight. It's the machine linked to the bank that can even hardly consider the innovative and new. The bank uses the ATM as a device to provide service to the customers since ages. Why for our point of view is a hot topic? The first is because we know how to manage it. It's not something that we got from external industries or developing sector. ATM has been built by banks, invented by banks. Something that we know what is used for and how the customer uses it. is because this is really important in Ukraine. It's a device that helps the customer to use and to meet the bank using cash. All the other alternative channels are based on the idea that customers can interact with the bank without using cash. We know that to use the bank sometimes we need cash. This is important in Ukraine. The third reason is because ATM are apparently the device with less innovation in the last years but practically we go a little bit deeper at the device in which the innovation can have I guess the biggest impact in terms of changing the life of the other traditional channel the outlets. The you can do today already through the ATM or the activity for the transaction that you perform at the outlet level. You cannot say the same with mobile, the internet, contact center, or whatever. Why potentially ATMs can be a disaster for a bank? Because it's the tool that allow the customer to use the bank services not meeting the bank employee. and meeting the bank employees considered already still today the opportunity to understand the customer, to make customer questions, to know what the customer wants, to build on the customer expectations about what the bank can provide to the customer, in order to be able to sell. and you can discuss a lot about on what the bank value is based but in the end the bank profit is built by selling ads, the product and service sold to the customer. So the worry the scale for the banks is how much I move the customer through ATM with other channels and maybe it's easier ATM than internet maybe it's protecting the bank more versus new not banking competitors than mobile banking but as more I do this as less I have opportunity contact with the customer Antonio will tell you something about how ATM can be a good opportunity for the customer what I want to tell is in our opinion it's not true in our opinion meeting less the customer in a physical way through the people working in the bank doesn't mean by itself that there are less opportunity to understand the customer to know what the customer wants and be able to provide the customer good services and good products what I have to change and ATM in this case can help the banks is that we have to be able to understand first of all that the customer choose more by itself what he wants to buy is less available to be driven by the bank about what to purchase second that no what the customer needs is to move from customer interview to make question to analysis of customer behavior has to be a more holistic approach less based on the human sensitivity the third customer will decide what to buy based on the capacity of the bank to drive the right message to the right customer in the right moment and ATM can be in the next year still in Ukraine one of the tools that the customer will use okay first of all sorry for speaking in English but it's the only way to communicate starting from say ATM of course this is a tremendous opportunity also for Ukraine because almost 90% of total customer use ATM as the preferred channel much more than branches so effectively it's the preferred channel for the customer of course we know that people at the ATM spend a few seconds to do transaction and whenever you want to use this channel as a commercial channel of course we have to address very very well very very specific commercial proposal to the customer to be effective otherwise it will be just like a pop-up that will lose on the message the second thing is that of course it's relevant that the banks invest a lot in the infrastructure not only in hardware but also in software to make software more intelligent and to use it for commercial purposes then from talking about all the multi-channels of not only the ATM it's fundamental that the customer looking on the customer side the message that the bank is giving to the customer is consistent what does it mean that wherever I go to the ATM and I see an advertisement for a product this message should be consistent to what I'm saying on the internet banking and the other channels also on the look and feel if possible then another thing that we've experienced so far in the sea countries is that trade not whenever you have a very good infrastructure in the multi-channel it's fundamental that customers are trained to use that because we probably underestimate this issue but I think it also came out from the result of the market research that customers sometimes really don't know what to do with internet banking just because they don't know how to use it and this is something that this is a good task also for the different channels but also from the branches to give the opportunity to the customer to understand a little bit better what is the offer last thing we strongly believe that the banks are yes investing very much in multi-channel but also in terms of organization structure inside the banks it's fundamental to give the right way to make things happen on these channels we have any questions for mauro and antonio i have a question to mario actually unicredit yeah we heard what happens in unicredit in global right so that actually triggers our question what is the strategy of unicredit in ukraine because we understand that because of the puzzle three requirements which are effective next year and going forward that might be hampering action of the retail business in ukraine as well because of the risk related capital situations etc etc could you please elaborate a little bit more what is unicredit going to do in ukraine in retail if you ask me what is the and i think that the question can be challenging for every one of us what unicredit is willing to do in ukraine is stay in the market i don't want to say be the best bank in retail banking in ukraine because i think this is more or less the target of each one of us but for sure be recognized from the retail customer as one of the best choices and it will depend on us and on the market how much we will will achieve in this respect we created group entering the market five years ago with idea to stay not only because it was a short term opportunity but because we strongly believed about the market potential in the medium long term no one was expecting the crisis and the crisis is for sure affecting many activities that we decided to do and we are doing puzzle two or puzzle three or whatever is in any case changing the day-by-day work of us but not the decision to be here the decision to stay in the market and to compete at the best our effort in order to win to win that's quite high level you know represent it's right I was wondering because you can discuss the NPU requirements you can discuss the operations the branches the ATMs you know procedures etc but what probably we like to see and hear from you is actually the long term of at least medium from the strategy of for these people and that was actually the reason of my question but yeah I mean thanks for that one comment we cannot ask and pretend from the banks neither unicredit or the other I think to be the actor of the economy scenario we are one of the players important for what the banks are doing or not doing effect dramatically what the economy is performing we are not the only actor what we discussed before about regulation about opportunity of the customer to deal with the bank in an easy or a little bit more complicated way there are trends customer identification I remember in Italy 20 years ago to make a transaction we have to present to the bank to documents now you don't go to the bank you are recognized simply because you have a relationship with another bank this is something that sooner or later will arrive the bank are important actors able to affect influence on this we are not the only player does it mean that you are focusing on the pieces now rather than the loans or yeah I think we are one of the bank with the largest market share with a lot of friends competitors in issuing new loans and it was this year the goal and for us is still a good opportunity if for different reasons market will change and will become more difficult or less interesting for the customer to ask for new loans for new opportunities but it's not a bank that decided that the loans is not any more interesting in Ukraine very straightforward question do you plan to increase your assets or you plan to stay on the same level or decrease or make your revenues budget right depends on what the competitor will do what there that miss I have question and you can you an opportunity is internet bank Как частное лицо я имею, в общем-то, шанс и удовольствие являться клиентом Альфа-банка, вкладчиком. Не далее, как два дня тому назад у меня закончился вклад. Очень внимательно ко мне отнеслись, меня за день предупредили о том, что у меня заканчивается вклад и что же я собираюсь с ним делать. Я подтвердил свое намерение переразместить и пришел в отделение. Кроме обычной анкеты, идентификации, которая, как нас уверяют, это требование группы факт. Оно так и есть, только, наверное, формы, может быть, различаются. Я заполнил еще и расписку, что я не являюсь частным предпринимателем, самозанятой личностью и так далее. Мало того, поскольку вклад валютный, даже на слипе от карточки мне написали номер паспорта, ИНН, и я расписался. Давайте мы будем дальше теперь обсуждать электронные варианты. Спасибо за это. Я считаю, в какой-то степени приятным, что есть банки, которые стараются полностью выполнить требования регулятора, хотя по душе относятся к ним философски. Это как бы первый команд. Ну, второй, да, действительно, это, конечно, не наше требование. Я хочу вас уверить, что если мои коллеги в отделении сделали правильно всю свою работу, то уже следующая плагация депозита может произойти через вот это и другое устройство. И я уверяю, что ничего не надо будет запомнить. Спасибо. Спасибо большое. Вы сегодня приняли участие в фанальной дискуссии. Спасибо огромное. Спасибо Артарас. Спасибо Анна. Спасибо Петр. Спасибо Виталий. Спасибо Маура. Спасибо Антонио. Давайте мы им поаплодируем. Спасибо.